приветствую друзья по многочисленным просьбам показываю что я выращивала на балконе в 2023 году это начало сезона здесь пока коты и кустик петрушки на улице снег сошел деревья голые в общем только все начинается но у меня уже кое-что растет сейчас покажу что в контейнере где у меня росли томаты выросли шампиньоны при том я их не села не знаю каким образом они у меня попали были они и осенью грибы и вот сейчас такой красавец в общем петрушка есть шампиньон есть можно сварить суп а самое интересное что ни один грибок я собрала вот осенью был сбор и сейчас этот гриб я выкручиваю и через пару дней меня опять порадовала эта грибница вот еще один грибок здесь маленький грибок и опять еще один грибок я сорвала ну а теперь по основной теме это огурцы они находятся еще в доме не на балконе растут в горшках села их феврале месяце здесь уже висят небольшие огурчики это уже буквально там прошло две недели видите пучковые такие завязи и два огурчика я собрала в горшке еще подсаживаю всевозможные салаты рукколу они прекрасно себя чувствуют растут великолепно в общем сорвали огурчик добавили зеленушки на сметанки салатик готов чтобы огурцы быстро не отплодоносили берите объем где-то около 10 литров пошла высадка томатов а здесь уже загорают две вот такие маленькие задницы мой котик геша и багира томаты можно высаживать когда ночные температуры не опускаются ниже 3 градусов а огурцы я выношу когда ночные температуры не опускаются ниже 7 градусов прошла неделя растения отлично укоренились хорошо себя чувствуют солнышко их греет в общем все нормально в горшках тоже здесь у меня красный робин обожаю этот сорт потому что он всегда дает очень высокий урожай цитрусовая тоже выношу на балкон это цветет мандаринчик и вынесла огурчики это сорт кураж кстати по голосованию зрителей я по нему делала много обзоров он победитель и ни одного сезона но от сезона 2023 все проголосовали за сорт кураж он самый устойчивый плодоносит до поздней осени дальше у меня растет лимон он немножечко стресса ну потому что была пересадка в большую емкость но тем не менее цветет и есть плоды и через некоторое время все забуяло томаты цветут основной вопрос который задают зрители чем я удобряю позапрошлогоднем видео я рассказывала подробно что я кладу в горшки и что я закладываю в контейнеры чем я удобряю ссылку на это видео я оставлю в комментариях кому интересно заходите смотрите красный робин завязывает плодики гераль набирает цвет на второй стороне у меня там более теневое место уже натянуты такие вот веревочки и высаженные огурчики лавели я высаживают на такие контейнера по два огурца и миф что нельзя высаживать томаты с огурцами я уже не один год высаживаю урожайность великолепная кто досмотрит видео до конца убедитесь в этом также высаживаю балконный перчик и сладкий и острый здесь высажен сладкий перчик немножечко запоздала с ним в этом году у меня уже был в горшках перец но я его отвезла на дачу и там высадила в открытый грунт прошлом году я снимала видео по балконному перцу полностью по всем сортам которые я выращиваю кому интересно опять же ссылку оставлю в комментариях сейчас на видео томат луиза он полностью весь цветах красавец в любимчиков у меня опять же по этому сорту есть обзор ссылку оставлю в комментариях это red robin и сейчас опять покажу вам луизу это прошло некоторое время она полностью нагружена плодами выращивая его как амперный сорт но можно и подвязывать или поставить какую-то опору но мне так удобнее посмотрите тут просто нету живого места все полностью в плодах до такой степени интересный сорт дальше вы убедитесь сами на второй стороне у меня пошли в рост огурчики сорт лавелли выращиваю не один год просто нравится мне он на балконе заваливает меня урожаем базилик фиолетовый и базилик зеленый также растут в контейнере никто никому не мешает а это сорт под названием bonnie m выращиваю его первый год в общем-то растение небольшое неплохо завязал плоды продолжает цветение длительное плодоношение ну и томатики у него такие до 100 грамм будут наверно это сорт под названием балконная звездочка неплохо завязывает плоды также я высаживаю каждый год сорт садовая жемчужина всегда показывает очень высокий урожай еще вам хочу показать огурчик арктика мне посоветовал один мой знакомый этот сорт и мне он очень понравился и в открытом грунте он начал плодоносить одним из самых первых очень достойный а это острый перчик тоже у меня в любимчиках под названием рыбка у него когда еще не полная спелость вот такие красивые полосатенькие плодики но довольно таки острые очень декоративный кустик это съемка снизу вот там у меня свисает томатик луиза весь полностью нагружен плодами ему нравится ему там удобно это red robin томат ранний но я его и высаживала одним из самых первых для того чтобы собирать ранний урожай очень хороший сорт проект томатный гном будут еще в этом видео несколько новинок я них позже расскажу этот сорт довольно таки не новый у многих он есть но каждое лето он показывает очень высокую урожайность его также можно выращивать и в открытом грунте он очень неприхотливый и не требователен к большим емкостям один кустик может расти в трехлитровом горшке прекрасно одним из первых начал краснеть томат буни м хотя он не маленький я уж говорила что он до 100 грамм и опять же в фаворитах сорт луиза хотя высаживала его позже чем красный робин он показывает и хорошую завязываемость и высокую урожайность и плоды ну до такой степени вкусные сладкие но просто великолепный сорт сейчас я вам его покажу вот посмотрите какое количество плодов и это еще не конец он себя будет дальше проявлять и еще удивит многие пишут что у меня большой балкон солнечное место и поэтому я собираю большой урожай этот контейнер у меня в самом теневом и в общем то тоже неплохо растут здесь помидоры это томат сотни тысячи это опять садовая жемчужина нужно просто правильно подбирать сорта берите более мелкоплодные если у вас немного солнца и томаты которые предназначены для балконного выращивания они изначально идут как те невыносливые первые томатики такие вкусные такие сладенькие в общем я и выращиваю на балконе овощи для того чтобы получить ранний урожай массово начали плодоносить огурцы опять же вопрос который задают чем опрыскиваете только биопрепаратами от всякой мошкары и сывороткой добавляю несколько капелек йода и опрыскиваю там ну достаточно раз в неделю или раз в 10 дней я опять же оставлю ссылку кому интересно как разводить сыворотку какие брать пропорции видео есть на канале преимущество еще от выращивания на балконе состоит в том что растения не болеют грибковыми заболеваниями ведь на них не попадает дождь вы знаете когда льют все время дожди особенно огурцы начинают болеть мучнистой раз поэтому даже в открытом грунте я делаю профилактические обработки если заболела растение в первую очередь вы идете в садовый магазин и вам там начинают навязывать всевозможные средства особенно химические ни в коем случае нельзя это покупать и брызгать ними огурцы огурцы вообще все в себя накапливает когда они вступили в плодоношение ничем брызгать их нельзя потому что у них сбор практически каждый день но еще биопрепараты ладно но химия ни в коем случае здесь массово плодоносит луиза бонни м себя неплохо показывает хотя по вкусовым качествам он просто как ранний томат вот и в него присутствует больше кислинка правда он у меня в теневом месте высажен может если на солнышке сладости было бы больше ну а так вот классический у него вкус но зато размер 100 грамм я думаю в открытом грунте он будет просто великолепен на разрезе тоже неплохой довольно таки сочный буду высаживать сохраню своей коллекции я очень люблю базилики добавляю его во всевозможные блюда чтобы не бегать каждый раз на балкон нарезаю и ставлю водичку возьмите на вооружение базилик очень быстро пускает корни если не хотите морочиться и сеять его можно просто пойти в магазин купить пучок базилика и поставить воду а потом высаживаете его куда хотите хоть в горшок хоть в открытый грунт хоть в контейнер он прекрасно приживается этот малыш уже прижился вот очередной который быстро пустил корни он не остается я его высаживаю в грунт здесь обнялась сладкая парочка балконное чудо золотое и балконное чудо красное выращиваю не первый год но скажу так что для балконного выращивания мне кажется что томатики все-таки высоковаты где-то 50 сантиметров если в контейнере выращивать то неплохо а для горшочного выращивания наверное лучше подобрать другие сорта более компактные а вот в открытом грунте эти сорта показывает очень высокую урожайность гираньки мои радуют глаз огурцы заваливает урожаем честно я раздаю потому что для меня это очень много и в открытом грунте у меня начали плодоносить огурцы и вот здесь такие крокодилы висят они кстати на вкус очень приличные даже с такой вот пикантной сладостью обожаю этот сорт ну и как видите никто никому не мешает огурцы и томаты прекрасно плодоносят в одном контейнере сегодня собрала огурчики сорта кураж и сорта арктика и еще балконное чудо золотое балконное чудо красное потому что хочу законсервировать она еще взяла острый перчик рыбка тоже добавлю консервацию иногда хочется остренького кому интересны мои рецепты заходите плейлист консервация опять же ссылку оставлю в комментариях там на любой вкус и с уксусом и без уксуса можно себе обязательно что-то подобрать многие из которых мне достались от бабушки и мамы а у кого есть свои достойные рецепты пишите обязательно опробую и поделюсь со зрителями кстати в этом году не дала рецепт моя подружка огурцы по-фински попробовала показала зрителям все оценили за простоту так что пишите немножечко отвлеклась от темы возвращаюсь на балкон баклажан турецкий красный смотрите какой красавец еще и съедобный украсит любой участок и любой балкон очень неприхотливое растение кто не выращивал попробуйте в некоторых источниках читала что баклажаны не стоит выращивать на балконе миф у меня как-то самосевы населись по моему сорт алмаз и я выращивала их на балконе и до поздней осени были даже крупные баклажаны но возвращаемся к томатам это сорт кроха опять же он наверное больше предназначен для открытого грунта ну на балконе тоже показал неплохую урожайность это луиза вот такое показывает я уже тут не знаю сколько сняла и он продолжает томатик цвести плодоносить ну в принципе кроха неплохой томат и по вкусовым качествам а это у меня что-то здесь какой-то пересорт в общем-то тоже растет а вот хороший сорт и кстати я его купила в обычном семенном магазине редкие сорта покупаю в различных странах такие как микрогномы ну допустим красный робин да он уже известен но я вам покажу еще и новинки этого сезона именно микрогном а этот томатик называется детский сладкий вы его можете приобрести в любом семенном магазине великолепный сорт и по вкусовым качествам компактный кустик отлично подойдет и для открытого грунта а этот сорт под названием утенок тоже его выращивает в основном в открытом грунте я попробовала на балконе неплохо кустик компактный но опять же по отзывам говорят что в открытом грунте он поспевает одним из самых первых томатики плотненькие неплохо хранятся в общем мне понравился еще один сорт под названием балконная звездочка красивый можно выращивать как ампельный он не очень компактный но довольно таки урожайный со всех кустиков уже снимались плоды ведь я их выращиваю для раннего урожая но все равно они еще достаточно таки нагружены огурцы тоже продолжает свое плодоношение каждый день снимаю смотрела несколько видео о выращивании овощей на балконе мнение разделились кто-то пишет классно вот восхищается вот у меня там огурчик там перчик там помидорчик а кто-то пишет что не надо возиться ради нескольких огурцов нескольких томатов в общем это дело каждого и я еще скажу что это нужно любить и все-таки детям лучше дать овощи без химии ведь не всегда можно проконтролировать и фермеры не все честные делают обработки и сразу овощи везут на базар кстати сейчас был на видео перчик тоже выращивая его первый год называется сорт стена очень понравился у меня стена желтая стена красная показал хорошую урожайность и в открытом грунте и в контейнере на моем балконе не два помидорчика и не два огурчика урожай хороший я не жалуюсь ну а вы выбирайте сами не огурцы можно спокойно не покупать и перчик вот у меня тоже это уже сладенький перчик я уже вам говорила что посадила его немножечко поздновато ну ничего растет и опять же это надо любить когда я училась в школе у нас никто не хотел идти работать в теплицу а я там бы только и сидела если говорили кто хочет пойти поработать знаете как фильме я была в первых рядах я я я вот сейчас на видео томат детский посмотрите какой аппетитный и вес у него 40 грамм а это утенок также вес 40 грамм хотя в открытом грунте думаю будет намного больше это сорт стена желтая и стена красная именно снятые с балкона посмотрите какие красавцы очень вкусный хрустящий перчик и высота его может достигать до двух метров у меня на балконе был по полтора показываю вам луизу посмотрите вот у него от плодоносил стебель засох дальше опять отрастает новые пасынки и они опять с цветом то есть до поздней осени до самых заморозков этот томатик будет давать плоды это сорт толстая лягушка микрогном новинка кустик очень компактный до 20 сантиметров ну крошка просто очень хороший сорт плоды горчично зеленого цвета вкусные сладенькие понравился буду выращивать обязательно тем более для маленьких компактных кустиков цвет очень необычный а это сорт маленький сердцеед тоже очень компактный кустик томатики с носиком с небольшим немного вытянуты реджина желтая тоже микрогном очень компактный кустик довольно таки нагружен плодами вкусные сладкие понравился еще один сорт микрогнома чернильница томаты с антоцианом очень достойный сорт еще очередной сбор ну разве это не красота вот такое блюдце с разноцветными томатами украсит любой стол а дети как их любят эти маленькие сладкие томатики сейчас на видео сорт утя это зеленая лягушка красивейшие плоды вот такого просто янтарного цвета это маленький сердцеед очень плотный прям хрустящий томатик долго хранится реджина желтая великолепный вкус и красивые тоже это балконная звездочка тоже понравился томат но все таки победитель зеленая лягушка посмотрите как мармеладинке так и хочется скушать друзья как не печально сезон 2023 закончился но уже конец января и феврале я приступлю к новым посадкам а это показывает уже первые заморозки еще осталось несколько перчиков повторюсь это сорт стена понравился мне в горшках томаты я это все буду убирать кстати землю я буду использовать для цветов она питательная здесь есть и перегной и зола но в горшки наберу конечно новой земли для высадки на следующий год занесла перчик балконный называется фиолетовая искорка очень понравился хороший урожайный сорт и плоды очень красивые мало того он еще и с толстой стеночкой за окошком снежок перчик плодоносит новый год мы встречали еще со своим перчиком друзья я могу рассказывать бесконечно но видео и так получилось длинным хотя я очень много еще в него не добавила в общем всем удачи в новом сезоне и хорошего настроения и и